Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про одну из наших самых любимых моделей. Называется эта модель ZOLI Z Silver Expedition Extra Lux. И давайте посмотрим, что экстралюксового есть в этом ружье. Вспомним для начала кратенько историю компании ZOLI. ZOLI – это один из старейших оружейных домов, который находится в городе Брешия. Мы уже не раз рассказывали в своих фильмах о том, что город Брешия – это такой своеобразный город мастеров, город оружейников. Город этот принадлежал Венецианской республике. Венецианская республика была государством очень богатым, наверное, в свое время одним из самых богатых в Европе. Сильным, мощным. Там было очень хорошо развито всевозможное ремесло, но вот в том числе и оружейное дело тоже. В городе Брешия всегда были очень мощно развиты всевозможные манипуляции с металлами. Они очень здорово умели с ними работать. Ну, а понятно, что там, где металл, там, как правило, всегда оружие и делают. И вот Брешия – это такая вот прямо оружейная столица еще там со самых глубоких средних веков. И до сих пор город Брешия остается оружейной столицей Европы. И, наверное, города, равного ему по количеству производства на один квадратный километр, оружейных производств я имею в виду, наверное, трудно найти. И вот династия Золия существовала в городе Брешия, начиная аж с 15 века. Там были оружейные мастера, которые носили фамилию Золия. И вот из поколения в поколение они передавали свое искусство своим сыновьям, своим внукам. Современная компания Золия отметила 175 лет в прошлом году. За дату отсчета новой истории компании был взят пистолет, произведенный одним из предков современных владельцев компании Золия. Это семейное производство, по-прежнему, как было, так и есть. В компании Золия хозяином работает Пауло Золия, сам вот наследник этой легендарной фамилии оружейной. Мы снимали на эту тему ролик, посмотрите, пожалуйста, по ссылке в описании. Компания Золия вообще занималась нетипичным для итальянского оружейника делом. Долгое время фирма производила не только гладкоствольное оружие, что развито, понятно и очень принято в этом регионе, но и также составляла конкуренцию немецким производителям нарезного оружия. Повторюсь, это очень нетипичный выбор. Как правило, итальянские оружейники все-таки специализируются на производстве гладкоствольного оружия. Некоторое время назад фирма приняла для себя решение, что они начнут заниматься выпуском спортивного оружия. И компания, прежде чем начать это делать, очень серьезно произвела исследование на тему того, каким образом лучше всего сконструировать конфигурацию нашего ружья, каким образом наиболее правильно выверить баланс. Потому что на самом деле баланс – это такая вещь несколько неуловимая, глазом ее очень трудно усмотреть, довольно сложно объяснить в нескольких словах, насколько баланс важен. Но в частности, например, если мы возьмем ружье довольно тяжелое, мы все с вами знаем, что спортивные ружья специально делают весом чуть побольше, чем охотничья, потому что нужно каким-то образом смягчить отдачу, которую получает спортсмен, который в день настреливает очень много патронов. Но если вы правильно выверите баланс вашего ружья, то ружье с одним и тем же весом, довольно большим, будет в ваших руках ощущаться как перышко, будет ощущаться намного легче. Вот как у важной угроли играет баланс. Кроме того, естественно, баланс ружья, как показали исследования компании «Золи», также очень здорово влияет на то, каким образом вы будете вести тарелку, ну или в случае охотничьего ружья, ну, например, утку или гуся, да, потому что правильно выверенный баланс позволяет вам, как бы, думать руками, грубо говоря. То есть вам не надо прикладывать никаких усилий, не задумываться ни о чем, а вы просто совершаете интуитивные движения, которые совершили бы, если бы показывали на вашу дичь свободной рукой, без ружья. Вот какую важную роль играет баланс. И компания «Золи» занималась больше 10 лет исследованиями баланса, с исследованием того, как устроено наше тело, каким образом работают мускулы, как они связаны с мозгом. То есть это было огромное масштабное исследование. Но как в одном из интервью нам сказал Паул Золи, это интервью тоже можно найти по ссылке в описании, он сказал, что когда мы эти исследования закончили, мы поняли, что до того мы все, ну и мы сами, и все остальные тоже оружейники, совершали огромное количество ошибок во всем, что касается баланса. Эти исследования помогли нам эти ошибки устранить. То есть компания над формой своего ружья работает очень много. И на самом деле отзывы, которые нам дают спортсмены, которые перешли с другой марки, или может быть взяли ружье «Золи» в качестве первого оружия, все в один голос говорят, что ружье очень удобное, очень управляемое. И ребята, когда переходят на это ружье с других марок, сразу очень здорово повышают свои спортивные результаты. Золи выпускает две линейки ружья для гладкоствольных ружей. Это линия «Зет» более дорогая и линия «Кронос» чуть более дешевая, чем линия «Зет». И линия «Зет», повторюсь, это как бы все-таки главных специализаций, это спорт. Но поскольку ружье совершенно, ружье очень здорово сделано, конечно, было бы преступлением не выпускать и ружья с подобными механизмами, как для спортивных ружей и для охоты. Но вот есть у линии «Зет» и охотничья линия, несколько версий охотничьих ружей, и одно из них мы сегодня с вами и рассмотрим. Вот оно, ружье «Золи Зет» «Сильвер» «Экспедишн» «Экстралюкс». Что такое «Экспедишн»? Экспедишн – это название самой дорогой версии, не считая вообще уже там премиальной кастомизированной версии. То есть это как бы вторая по крутости, второй по крутости эстетически в эстетическом плане исполнения. Повторюсь, это линия «Зет». Нас часто спрашивают, чем линия «Зет» отличается от линии «Кронос», которая стоит меньших денег. Дело в том, что здесь, во-первых, будет немножечко другой ударно-спусковой механизм. Что в охотничьем ружье, что в спортивном, ударно-спусковой механизм будет одинаковый. Компания «Золи» им заслуженно гордится. Он не зря во всех рекламах у них изображен отдельно. Почему? Потому что ударно-спусковой механизм «Золи» позволяет вам совершать выстрел максимально быстро, максимально быстро вообще, насколько это возможно. То есть время срабатывания вашего ударно-спускового механизма минимально. Кроме того, ударно-спусковой механизм легко можно снять и поменять. Это очень важно для спортсменов очень высокой категории. Если вы, например, приехали на соревнования, по каким-то причинам ударно-спусковой механизм отказал, вы достаете из кармана запасной, быстренько их меняете, никаких специальных там манипуляций сложных для этого не требуется, буквально в две минуты вы переустанавливаете весь механизм в сборе и спокойно стреляете дальше. А потом уже идете к мастеру и разбираетесь, что там у вас случилось с вашим ударно-спусковым механизмом. У нас, на нашей памяти, ни разу никому из наших клиентов, которые приобретали ружье Золи, не пришлось эту манипуляцию производить. Но компания предусматривает и такие возможности, чтобы спортсменов в момент максимальной напряженности, максимальной сосредоточенности на соревнованиях не отвлекать проблемами с оружием. Вот компания пошла на то, чтобы сделать такую опцию. Кроме того, некоторые пружины этого ОСМ покрыты специально нитритом титана, что дает им дополнительную долговечность. И, кроме того, эти пружины самосмазывающиеся. Следующее, за что мы любим с вами, и повторюсь, что в охотничьей, что в спортивной версии, стоит этот ОСМ. Пока мы с вами далеко от ОСМ не ушли, давайте сразу посмотрим на то, каким образом сделана ствольная коробка здесь. Коробка сделана из кованой стали, монолитная ствольная коробка. И обратите внимание, какой у нее низкий профиль. Низкий профиль ствольной коробки – это то, за что борются все производители, в том числе и итальянские, потому что это считается знаком очень высокого мастерства. Разместить сложный многогранный механизм в такой небольшой невысокой ствольной коробке. Задача не из легких, это челлендж самый настоящий. И разные производители с разной степенью успешности с этим челленджем справляются. Ну вот у компании Золи ствольная коробка низкая, но ведь помимо того, что она как бы низкая, там еще очень много всяких сложных элементов. Например, у них планка запирания БОС стоит, у них вот такой вот сложный ударно-спусковой механизм, как мы с вами об этом говорили. При этом все-таки компании удается выдержать вот эту небольшую высоту ствольной коробки. Стволы Золи – это тот пункт, которым компания гордится отдельно. Компания произвела целый ряд очень серьезных, очень больших исследований на тему того, как сделать ствол, какие там сделать переходы, какие сделать конусы, какая должна быть длина вот этого конуса, который усиливает скорость ваших дробин и так далее. То есть это целые большие исследования. Многие наши охотники, судя по вопросам, которые они задают, ошибочно полагают, что есть какой-то некий идеальный диаметр ствола, при котором у вас ружье будет максимально далеко стрелять. Это совершенно не так. Если бы такой идеальный диаметр существовал, поверьте, любой производитель просто замерил бы параметры этого ствола своего конкурента, который каким-то причинам считается лучшей, произвел бы точно такой же ствол. Так это все дело не работает. Если производитель выбрал тот или иной диаметр ствола, то это значит, что дальше он будет играть с длиной конусов, он будет играть с рецептами стали. Рецепты своей стали, они нам не раскрывают, они не говорят, какие марки стали, какие-то вводные там скажут, что это хром-молибденовая сталь. Но дальше какие там у них будут дополнения в этот сплав введены, никто из производителей вам, естественно, не расскажет. Дальше они будут думать, как им сделать чоки и так далее. Все для чего, что добивается производитель? Он добивается, чтобы у него была равномерная особь. Равномерная особь – это залог вашего успешного выстрела. Потому что в том случае, если дробины у вас сосредоточены не только по центру, но и хорошо распределены по краям, это значит, что вы с большей вероятностью возьмете вашу мишень, будь то тарелка или там, скажем, летящая птица, например. Особенно это касается стрелков, которые не очень хорошо стреляют. Потому что центром дроби все-таки попадать – это приоритет, но уже хороших спортсменов, ребят с очень большой практикой. Все-таки, как правило, новички или просто не очень хорошо стреляющие охотники или спортсмены, как правило, берут мишени краем осыпи, а ни в коем случае не серединой. И вот эти вот крайние дробинки, которые хорошо распределены, это как бы очень важно, это то, за что бьются производители. У компании «Золи» особь всегда очень равномерная, и это заслуга вот этих стволов, которые компания называет «Зетбор». Все стволы паяются только серебряным припоем. Это довольно дорогая технология, поэтому она не на всех заводах есть. Но вот у компании «Золи» мало того, что они вообще выбрали эту технологию, далеко не все это делают, но они еще и паяют серебряным припоем стволы прямо у себя на фабрике. И компания дает пожизненную гарантию на пайку своих стволов. То есть, если вы, например, передали ваше ружье вашим внукам или правнукам, то этот внук или правнук может прийти, в том случае, если стволы распаяются или планка отпаяется, в компанию «Золи» сказать, вот смотрите, у меня отпаялось, тут мой прапрапрапрадедушка мне это подарил ружье, давайте мне паяйте, все это дело бесплатно. И компания «Золи», безусловно, свои обязательства выполнит. У нас это ружье представлено с двумя длинными стволов, 71 см и 75 см. Можно выбрать такое или другое. Внешне одинаково, цена одинаковая, кому как больше нравится. Ну и теперь давайте мы с вами посмотрим на дерево. Дерево всегда это то, что нам больше всего бросается в глаза, когда мы смотрим с вами на ружье. Дерево у такой версии, как «Экстралюкс», безусловно, будет очень высокого класса. Видите, тут богатый такой красивый рисунок, очень интересный. Ну, как вы знаете, мы ружье по одному не возим. Если вы надумаете, какое-то ружье покупать, то рисунок дерева можно будет у нас повыбирать. У нас, повторюсь, это ружье не одно. Ну и давайте теперь с вами перейдем, наверное, к самому интересному. Это к гравировкам. Потому что, когда у нас с вами речь идет о ружье такого уровня, то, безусловно, очень большую часть цены этого ружья возьмут не только технологии, но и стоимость производства гравировки. Гравировка здесь выполнена в английском стиле. Вам наверняка не раз приходилось где-то читать, может быть, в каталогах или слышать от друзей, что вот у меня ружье в английском стиле. Давайте посмотрим, что же это за английский стиль такой. Английский стиль очень снобский, очень амбициозный. Это, когда человек выбирает ружье в английском стиле, это значит, что он хочет не поражать других, а наслаждаться своим ружьем сам. Потому что английский стиль гравировок предполагает, что там будет очень много искривленных всяких элементов. Ну, как правило, они розы очень любят рисовать какие-то цветы или арабески, да, какие-то орнаменты. И обязательно полагается по этому английскому стиле, чтобы все эти элементы гравировки между собой соприкасались. Это такой считается высший шик. При использовании, если мы претендуем на то, что ружье у нас в английском стиле выполнено, оформление его, это значит, что гравировка должна покрывать существенную часть нашей ствольной коробки. У нас здесь покрыта гравировка 93% ствольной коробки. Это очень много. Практически все свободное место, какое только есть, все покрыто очень тонкими, вот этими очень изящными гравировками в английском стиле. И гравировка, я задала вопрос, говорю, почему английская гравировка никогда не бывает глубокая, она всегда такая очень легенькая. И мне ответили ребята, что если вы такое большое количество рисунка нанесете глубоко, вы просто разрушите вашу ствольную коробку. Поэтому здесь граверы работают на небольшой глубине, потому что вы знаете, что бывают прям такие очень рельефные, очень броские, очень такие заметные гравировки, такие очень вычурные, да, которые прям видно очень хорошо издалека. Англичане так не делают. Англичане считают, что аристократизм это скромность, поэтому вот у них гравировки скромные, но очень тонкие, выполненные с большим вкусом и с большим изяществом. И изображены две птицы с правой и с левой стороны на ствольной коробке. И вот это такое ружье в английском стиле. Надо вообще отметить, что компания Золи очень много работает с английским рынком, а мы с вами знаем, насколько, повторюсь еще раз, снобы, насколько взыскательны английские охотники. Самое главное, как они избалованы хорошим оружием. Так вот, Англия это главный рынок сбыта для компании Золи. Это, мне кажется, дополнительный знак качества, который подчеркивает, что даже такие привереды, как англичане, очень высоко ценят оружие Золи. Ну и мы должны сейчас отметить ценовую политику этого ружья. Оно стоит 444 тысячи рублей на момент выхода ролика, естественно, потому что, понятное дело, цены меняются постоянно. Так что по ссылке в описании лучше всегда на сайте проверить, сколько на тот момент, когда вы смотрите фильм, будет стоить это ружье. Значит, сумма звучит, конечно, как сказать, не совсем как дешево-дешево, но для исполнения такого уровня это, безусловно, цена более чем адекватная. Поверьте, нам просто есть чем сравнивать. То есть за исполнение подобного уровня, за подобный уровень отделки другие производители, поверьте, попросят раза в полтора, если они в два больше, чем компания Золи. Но еще надо, кстати, забыла вам сказать, что у компании Золи есть собственные гравюры на производстве, даже не один. Это такая роскошь, которая себе позволяют далеко не все производители, потому что работа гравюра стоит очень дорого. И, как правило, ребята обращаются на аутсорс, то есть в какие-то специальные мастерские, где работают только гравировщики. Компания Золи в связи с тем, что она производит очень много оружия высокого разбора, имеет эти гравировщиков у себя в компании, чем заслуженно гордиться. И всегда, если вы приедете в компанию выбирать себе ружье, они там вас, безусловно, в этот граверный цех отведут и покажут, как работают ребята. Поверьте, это завораживающее зрелище. Поговорим о сервисе. Мы не раз в наших роликах акцентировали ваше внимание на том, что сервис максимально хороший, который мы вам можем оказать в соответствии с российским законодательством, приобретая оружие через нашу компанию, вы обязательно получите. В случае с компанией Золи, поскольку оружие у них не дешевое, мы организуем дополнительные плюшки для наших покупателей. Раз в год мы привозим в Россию итальянского мастера прямо с фабрики Золи, Эмилио Сабать, его уже хорошо знают те ребята, которые постоянно у него обслуживаются. И Эмилио абсолютно бесплатно в Санкт-Петербурге проводит обслуживание вашего оружия. Конечно, эта опция, наверное, больше интересна спортсменам, которые и так ездят очень много по всяким соревнованиям, и для них сорваться в Питер, приехать обслужить ружье, скажем так, более привычная тема, чем для ребят, которые занимаются охотой. Но, ежели такая необходимость у вас возникнет, то вы можете приехать в Петербург, мы сюда заранее объявляем при езде наших гостей из Италии, и бесплатно пройти ТО. ТО при этом нам показало, потому что мы всегда, естественно, стоим и фиксируем, с какими проблемами приходят люди. Так вот, я вам скажу, что люди приходят с никакими проблемами. То есть за все годы, что мы работаем с компанией Золи, это уже почти 30 лет, не накопилось пока ружей, которые действительно каким-то серьезным полом... когда владельцы с какими-то серьезными поломками приходят к Эмилию. Как правило, он делает абсолютно профилактический осмотр, там, может быть, заменяет какие-то пружинки, деталюшки, которые более подвержены, скажем так, износу, но как масло считать и в машине поменять. Но ни одного серьезного ремонта на моей памяти я не видела, чтобы Эмилию осуществлял. Исключением было какое-то ружье, очень-очень древнее. Люди его из Италии привезли. Они, по-моему, в Италии даже уже с рук покупали не новое ружье. И очень запущено, просто очень плохо обслуживалось. Но там ему тоже в основном пришлось бороться просто с тем, что ему пришлось просто тщательно это ружье вычистить. То есть сломано. Насколько я помню, ничего даже в этом древнем и плохо обслуживаемом ружье ничего не было. Ну и пока мы далеко с вами не ушли от сервиса, надо еще сказать, что по желанию можно заказать за дополнительную плату балансиры. Потому что компания Золи, она разработала остроумную, простую и классную систему изменения балансировки вашего ружья. Вряд ли, повторюсь, охотнику это понадобится. Но ежели вдруг вот такой придира, то, пожалуйста, обращайтесь, закажем для вас эту систему. Кейсы для компании Золи поставляет фирма Негриня. Это один из лидеров в производстве кейсов для оружия. В кейсе, как мы видим с вами, идет чехол для ружья. Также здесь у нас ключ для того, чтобы снимать приклад. Поскольку ружье сделано на базе спортивного, то есть такой плезир от производителя в виде наиболее быстро изнашивающихся на спортивных ружьях запчастей. Ну, охотнику, который не стреляет так много, как спортсмен, вряд ли это когда-то пригодится. Но все равно, согласитесь, приятное дополнение. И чоки. Сменные чоки. 5 чоков всего, 2 закручены в стволах, и 3 у нас дополнительный чок и чоковый ключ. Отличная, хорошая очень комплектация. И вот так выглядит наш кейс в закрытом состоянии. С кодовыми замками, все как положено. На этом все. Спасибо огромное за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях обзор какого ружья из нашего ассортимента вы хотели бы увидеть.